Меня зовут Геннадий Михайлович Турнов, доцент кафедры общей физики Пермского национального исследовательского политехнического университета. Давайте послопаем к нам, приезжают из дальних краев, не только из Новосибирска, скажем так. Перм, город Берия. Мы из более ближних. С прошлого года наш политехнический университет стал национальным, то есть в число 12 лучших университетов вошел, ну, исследовательских университетов. Поэтому, когда я попросил командировку на Конгресс 12, мне очень легко согласились и меня направили сюда. Я сделаю доклад. Микрофон, пожалуйста, а то плохо слышно. Вот, тема доклада «Гравитация и притяжение, гравитация, двоеточие, и притяжение, и обталкивание». Слышно, слышно, да? Слышно? Ближе к микрофону. Усильте, усильте. Силы гравитационного притяжения для тел сферической формы можно представить вот в таком уравнении, таким уравнением, где РО1 и РО2 плотности тел, имеющих, соответственно, объемы В1 и В2. Общепринято, что закон гравитации, закон гравитации Ньютона, не зависит от среды, в которой находятся взаимодействующие тела. Хотя эксперименты по определению гравитационной постоянности, сделанным КВИНДИШем, это были эксперименты в воздухе. Значит, я на себя, я решил проверить, можно ли учесть плотность среды, в которой находятся шарообразные тела. Рассмотрим взаимодействие двух тел, находящихся в плотности РО нулевое. Ну, произведение РО нулевое, естественно, масса тела. Учитывая принцип симметрии, можно предположить, что сила гравитационного взаимодействия между телами, находящихся в среде, описывается уравнением 2. То есть, в этом уравнении учтена плотность среды, в которой находятся взаимодействующие тела. Это уравнение можно проверить в предельном случае. Если у нас, ну, я вот вверху это уравнение, это уравнение здесь вот вверху записано все время, чтобы на него ориентироваться. Значит, в предельном случае, когда плотности тел много больше плотности среды, оно переходит в закон гравитации Ньютона. Если мы разберем второй случай, плотность второго тела будет меньше плотности среды, то это уравнение переходит в уравнение, учитывающее силу Архимеда. В этом случае взаимодействие, ну, в первом случае, если скажем, два железных шарика, железный шарик и Земля взаимодействуют между собой таким образом, что железный шарик притягивается к Земле. Во втором случае, скажем, мы берем воздушный шарик с бесконечно тонкими стенками, наполненный водородом. Плотность водорода меньше плотности воздуха, и поэтому можно трактовать взаимодействие этого шарика с Землей как сила отталкивания. Ну, а математически это сила тяжести минус сила Архимеда. Хочу отметить, что полученное уравнение, это гипотетическое уравнение, исследовано в двухпредельных случаях. Поэтому можно так сказать, что, во-первых, оно соответствует принципу симметрии, так как индексы 1 и 2 можно поменять местами, уравнение не изменится, а также принципу дополнительности, то есть в предельных случаях это уравнение превращается в закон гравитации Ньютона, и во втором случае это учитывается сила тяжести. Я хочу отметить, что это уравнение, уравнение 2, оно не противоречит основным положениям эфиродинамики, согласно которым мировая среда эфир заполняет все пространство, и мы можем под руну левую понимать плотность эфира. Но я хочу особо отметить такой момент, что при теоретических исследованиях свойство эфира нельзя использовать полученное. Я являюсь поклонником Владимира Акимовича, принимая теорию эфиродинамики, но тем не менее я хочу сделать маленькое замечание, которое в свете предложенного уравнения. Нельзя использовать в качестве плотности эфира выражение получено Ацюковским. Численно оно уравняется электрической постоянной, то есть 8,85 умножено на 10 минус 19 степени. Там в его расчете, Владимира Акимовича, произведена ошибочка, и поэтому нельзя использовать это число в качестве плотности эфира. А вы не могли бы оценить эту ошибку? А так она не ошибка, а там просто нарушена была теория разверности. То есть она вообще несправедливая? Вообще несправедливая. Можем пояснить как-нибудь? Ладно, это потом. Владимир Акимович, вы не можете задать. Просто у меня тоже свой комментарий есть. Немножко забыли. Может быть, злоупотребляем в своем, так сказать, особом положении. Он мне ответил, я ему ответил. Потом мы встретились еще лично. Все, 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 все. У нас есть дискуссия. Просто, если интересно, это можно показать. Так, ну и спасибо за внимание. Все. Ну. Ну. Вы обещали покритиковать там эпсилон ноль. Да, да, да. Еще там что-то. Нет, пользуясь случаем, пользуясь случаем, я еще скажу, что я занимаюсь фундаментальной метрологией, подготовил диссертацию по защите, докторскую диссертацию по метрологии. И поэтому я очень ревностно отношусь к нечетким определениям. Ну и в частности, вот у вас в книжке написано эпсилон ноль, это как мировая константа. Это никакая не мировая константа, а их произведение, мю ноль, эпсилон ноль равняется единице на c квадрат. Это просто те размерные множители, размерные множители, которые появились в наших уравнениях при переходе от системы ЦГС к системе МКСА и далее к системе СИ. Нет, это не так. Это не так, конечно, совершенно ясно. Ладно, ладно, ладно. Мы можем подискутировать. С удовольствием. Я думаю, что мы еще одну аудиторию найдем здесь для любителей Чихару-Сану и для любителей это самое. Да, время у человека осталось, конечно, да. Вопрос в том, да? Да, да, я ей говорю, пожалуйста, да. У вас там в формуле объем данных и плотность. А теперь вот я просто, это интересно будет, рассмотреть такой случай. Мы... Это вопрос или предложение? Это вопрос. Потому что специалист, а мне хочется от него услышать. Значит, мы берем гравитационную постоянную, но возьмем в какой-нибудь среде, например, вода. Ну, в воде его, так если теоретически не провести, потому что там зеркальце, зайчик, то есть там такая маленькая зила, как на воздухе мы делаем. А в воде вязкость мешает. Значит, вязкость, я там прикидывал, в сто тысячу раз это не даст нам этот эксперимент сделать, да? Я к тому вопрос. Правильно ли у вас плотность записана, а не вязкость ли должна быть? Нет, все правильно, здесь записана плотность и, в принципе, если обсуждать, то можно... Я предлагаю схему измерения гравитационной постоянной, это будет новое измерение гравитационной постоянной в среде. Среду нужно менять. Значит, я подобрал два газа, которые нам нужно в разных газах использовать. Вы для меня зарезервируете книжечку? Может быть, и все. Нет, здесь я рассматриваю среду газообразную. Ну, это понятно. Ну, я лучше читаю. Вязкость, она нужна только тогда, когда... Все книги здесь, да? Вы имеете в виду эксперимент Кагамдиса, где у нас крутильные весы, и там колебания. Здесь надо статический эксперимент проводить, там вязкость не нужна. Тоже прочтете. Так, я вот предоставляю сейчас слово... Вопрос, вопрос. Да, вопрос. Я, кстати, прошу пояснить, не в порядке, так сказать, вы, что ли, если это что-то, у вас это другая плотность эфира, правда? У меня просто ровно левое, что она может считаться плотностью эфира. Значение я не знаю. Подождите, подождите. Вы ее не определяете, да? Я ее не определяю. А вы не определяете ее? Тогда на каком основании вы считаете, что полученный плотность неверно? Нет, он технологию вашего вывода, с чем я тоже согласен, там есть. Значит, нет, просто замечание мое, например, такое. По моим оценкам, плотность эфира где-то 10 в 8 степени килограмм на метр в кубе. Поэтому ваши РО-1 и РО-2, там вода или еще что-то, они просто теряются в эфире. При большой плотности эфира, ваши РО-1 и РО-2 в вашей формуле, они теряются. Ну, при сравнении... Все, ладно, отложим до диска. А может, дискуссию по этому вопросу на завтра перенести? Завтра меня не будет. А я должен сегодня уехать. Ну, это я сегодня уезжаю. Нет, в 16 часов я должен... Подождите, а ваш доклад-то как? Ну, это доклад после завтра. А, а вы вернетесь, что ли? Какой вы быстрый. Я еще раз вам пошлю письма, которые посылал. И мы все в Хелимпийске были. Хорошо. Хотите задать вопрос, но давайте. Один вопрос. С вашей точки зрения, как можно обнести изменение гравитации по широте места от экватора к полюсу, исходя из вашего осуществления? А я рассматриваю взаимодействие двух тел, находящихся в среде. Ну, так, и действительно, внутри шара что происходит там? Из-за чего действительно по широте меняется? Гравитация меняется. Ну, так у нас же в уравнении R в квадрате находится в знаменателе. По широте меняемся, расстояние меняется между телами. Нет, это так просто не пройдет. Я по формуле по этой говорю. Нет, ну, там же внутри шара плотность просто меняется. Там непрерывно надо. Ну, ладно, 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 ладно. Это как бы любимое детище на мозоль наступили. Так начинаешь... Спасибо, мы...